Здравствуйте, друзья, я Александр Кушналь. Омерзительный военный преступник Владимир Путин создает не только кровавый ужас и инфернальный кошмар на территориях других стран, на которые он осмеливается напасть, но, собственно, он превращает и территорию своей же страны, своих же регионов в самую настоящую помойку. Вот и Хабаровск он вернул в 90-е. Все тот же разгул бандитизма, гопничества, хамства, но и теперь еще с душком нынешнего, так сказать, путинского веяния, военных преступников, которые насаждают свои порядки и пытаются указывать хабаровчанам, как им жить. Как жить жителям города, который мог бы стать столицей независимого государства, дальневосточная республика. Некоторые оказались такими же заложниками террористического режима Путина, как и Украина, Грузия, сирийский народ, частично народ Молдовы, а оккупированы ее части под названием ПМР. Сегодня на канале Ньюсейдер в очередном выпуске рубрики Дальневосточный фронт мы покажем вам, как Хабаровск вновь погружается в ядовитую бочку, которую когда-то до дна пришлось испить дальневосточникам. Но только теперь этот яд с привкусом СВО. Пока банный мальчик Путина Дегтярев занимается показухой на избирательном участке... В Хабаровский край возвращаются 90-е. Люди в прямом смысле утопают в грязи и подвергаются избиению организованными группировками. Здесь 1 февраля утром готовились к открытию начала рабочего дня. Украинские сучки! Находясь в цехе, я услышал звон разбитого стекла со двора хозяйственного. Ввалилось несколько человек с оружием в руках, со средствами. Лица в масках, то есть они вот закрыли. Потом вот эти крики лежать, там, с матом, естественно, там, трехэтажным. Начали всех жестко крепить, там, мордой в пол. Кричали, сейчас тебя завалим здесь. Мне лично досталось очень сильно, то есть... А потом оказалось, что это некая охранная компания, которая охраняет право и порядок. Почему они вошли именно так? Потому что мы стоим вот возле входа, через который можно было запросто зайти. Не предъявили какие-то требования. Не сказали вообще, кто они и зачем, и что они вообще хотят. Первым приехала Росгвардия, то есть представители Росгвардии. Поскольку было сообщение, что они с оружием, то есть они взяли оружие и удалились. Ну, собственно, они и вызвали скорую помощь, и дальше. Сама полиция приехала уже очень поздно. Две компании находятся в этом цеху. Одна компания владельца оборудования, а мы, как эксплуататоры этого оборудования. Впоследствии появилась директор этого предприятия, которого мы арендуем. Она принесла какие-то бумаги сюда, сказала, что там, у нас это все дело, мы тут все выиграли, мы тут вас, у вас должны принять это помещение, изъять. Ну, я, честно говоря, бумаги не нашел, где там написано, чтобы они меня там били, чтобы наших работников бросали на пол, меня в том числе, в финале и все остальное. То есть там написано, что какие-то помещения мы должны освободить. Ну, пожалуйста, приходите в офис, посмотрим, какие помещения. Это простой захват предприятия, рейдерский. Все на улицу, мы тут хозяева. Я лично подавал заявление на возбуждение уголовного дела по факту избиения, то есть нанесения тяжких крестов. Здесь было организовано нападение, причем был заказчик, кто конкретно их привел сюда. Почему эта банда сюда вообще ворвалась? Должны, наверное, разобраться органы соответствующие. Атмосфера в Хабаровске напряженная и натянутая, как струна. Дегтярев не оставляет попыток создать иллюзию процветающего города, где жители всем довольны и ни в чем не нуждаются. Но вся эта матрица трещит по швам и сыпется, как только наружу вылезает очередная история ущербности жизни хабаровчан. Дорога на избирательный участок от Уваревича 58А до участка. После этого нам администрация города просто обязана выдать по машине. Ни ограждений, дорога не почищена. Это просто какой-то кошмар. Вот крыльцо, общежитие, центральный ход. Один подъезд тут у нас. Сразу заходишь, такие вот дыры в полу есть. Темно, света тут нет. Вот, первый этаж, что находим. Там и желтые люди. Тут желтые люди. Вот это туалет. Такой вот тут. Тут по замках, не знаю почему. Тут вот все, видите, вот так все это выглядит. Страшное дело. Вот такие вот раковины. Вот. Вот это, вот это душевая. Вот там душевая. Тут свет, сейчас включу. Типа включен, но его только по факту нету. Вот такой душ. В таких вот условиях люди запросто могут заразу какую-то прицепить. Болеть, болячку. Запах ужасный. Вот. Тут санузел. Вот такой. Тут вот сейчас, видите, все в ужасном состоянии. Вот. Вот такие вот половины тут. Что-то даже заходить страшно. Не то, что мы что-то тут делать. Вот такая штука. В этом крыле света нет вообще. Здесь ночью запросто решили свернуть. Или просто по башке стукнут. Вот так вот. Надежда вот. Нанотехнологии. Поэтому Дегтярёв в своей привычной манере изображает из себя дурачка, пытаясь отвлечь внимание людей от реальных проблем. Вот и в этот раз недогубернатор навалил отборной крыльчатиной, рассказав про три моря в Хабаровске. У нас всё есть. Горы, поля, реки, озёра, море. Одно, второе, третье. Наверное, когда-нибудь хотелось бы южнее продвинуться. Вот. Но любитель жёсткой мужской бани и тяжёлых наркотиков Мишаня Дегтярёв, видимо, спарился с недогубером Владивостока Олегом Коженяка, который, к слову, издевается над своими гражданами с той же периодичностью. Дядя приморский губернатор Кожемяка. Меня зовут Даша, и когда ты пообещал деткам сделать 500 шагов тротуара к школе на улице Амурской в селе Прохладное, я ещё не родилась. А сейчас мне уже три года и пять месяцев. Наши мамы прямо по дороге катят здесь детские коляски, бабушки ходят в магазин, а детки в школу. Страшно дяде губернатор Кожемяка. Особенно зимой, когда скользко. Эта дорога была асфальтирована в 2016 году. Вопреки отчаянному двухлетнему сопротивлению губернатора, нас приморцев убеждали, что как только директора департаментов станут министрами, ситуация везде и в том числе на дорогах изменится. И правда изменилась. Вы же видите. А ещё по этой дороге, по которой ежедневно проезжают тысячи машин и передвигаются по обочинам жителей самых новых населённых пунктов, за восемь лет так и не появилось уличное освещение, тротуары и пешеходные переходы. Нет ни одной остановки общественного транспорта. Вообще нет. Видишь моих братиков Матвея и Ванечку, которые идут по той самой улице Амурской, где ты, дядя губернатор, обещал сделать тротуар, когда меня ещё и на свете не было. Там нет даже нормальной обочины и разметки, чтобы дяди-водители видели, где заканчивается дорога. Лампочек на улице тоже нет, но иногда светят фары машин, да так, что хочется зажмуриться и спрятаться. Сколько бы человек раскатал вместе с этим пассажирским автобусом этот самосвал, выруливший навстречку почти прямо на перекрёстке. А ещё по этому лунному пейзажу в перемешку с тупленными цистернами, контейнеровозами, самосвалами и бетоновозами едут школьные автобусы. Говорят дядя губернатор Кожемяка, что ты любишь быстро ездить на мотоцикле, обливаться ледяной водой и всякий другой экстрим. Приезжай к нам со своими дядями и тётями министрами пройтись по обочине нашей улочки. Экстрима хватит вам на всех. Можете и деток своих привезти. Нашему Ванечке колесо самосвала по самую макушку. О вашим деткам. Потерявшие всякую социальную ответственность руководству Приморского края, руками своих телеграм-ботов, клерков Дорожного министерства и администрации Надеждинского района, на все многолетние обращения и жалобы граждан пишут, что денег нет до 2030 года. В лучшем случае обещают косметический ремонт дороги, а значит, граждане, жизнь и здоровье вас и ваших детей, сохранность ваших машин только в ваших руках. Забавно, что Дегтярев до сих пор пытается копировать Сергея Фургала. Только выглядит это как жалкая пародия. Мишаня тужится и пытается быть строгим и справедливым, но мямлит так, будто забыл вынуть что-то изо рта после бани. Коллапс в городе, люди мерзнут, есть травмированные, очень много ДТП. Иллюзия стабильности и процветания Хабаровска поросла грязными кучами снега и бараками, залитыми говном. И все, что остается Дегтяреву, это выплясывать перед бункерной крысой в попытке удержаться на своем месте недогубернатора-оккупанта. Но уже даже свои в доску системные упыри нелицеприятно высказываются о Мишане и пророчат ему скорую отставку. Что будут делать в этом случае хабаровчане, которые по горло сыты путинскими клоунами и на готовности брать в руки вилы? Все это покажет время. Украинская колония на узбережжі Тихого океану. Звучит экзотично, не мови с церени фантастики. Что такое Зеленый Клин? Чому там опинились наши співвітчизники? Сколько их было раньше и сколько есть сейчас? Под Зеленым Клином обычно имеют на увазе территорию, что ныне належат до Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского края и певденной части Хабаровского края РФ. Кстати, здесь сразу же корреляция это сказать всем, что протесты в Хабаровском крае всегда идут, всегда идут Майданы, даже палатки пробовали ставить, как в Украине, как в Киеве. Но не прокатилось из-за того, что жесткая диктатура все разносила на куски, этого фургала посадили в Москве и все. Зеленый Клин омивают води Тихого океану, а саме двоих его морев – Охотского и Японского. Ну а чому Зеленый и чому Клин? Зеленым простее – это через лесу и растительность. А вот щодо Клину есть две основные версии. Так украинцы называли земельные надели. Або образы краю напоминают Клин. Причина буйности, характера, вот все эти майданы в Хабаровске спровоцированы, с одной стороны, возможно, за то, что южная кровь, то есть украинская кровь, и они свободолюбимы, казачья вольность там чувствуются, хотя они понимают от чего. Також відомо, що й інші колонії українці називали клинами. Малиновий клин на Кубані, жовтий клин у Нижньому Поволжі, сірий клин на південному заході Сибіру та півночі Казахстану. Масове переселення українців на Далекий Схід почалося наприкінці 19-го століття. Хоча, звісно, наші співвітчизники були тут і раніше. Наприклад, Яків Дяченко – уродженец Полтавської губернії. Він командував 13-м сибірським лінійним батальйоном в чині капітана. І 1858-го року став фактичним засновником міста Хабаровськ. На мій взагалі, якщо Росія перестане там бути такою великою, стане 30-40% менше, ніж вона зараз, то вона вже не буде переставати великою губернію для інших країн. Зелений клин, або ж за Китайщина. Найсхідніший український анклав, яскраво описаний у романі Івана Багряного. Тигроловий, який ви всі безперечно читали. Дякую за перегляд!